Людей он разделил на три категории. Треть людей живет по принципу, потому что чем больше цель, тем сложнее в нее промахнуться. У тебя возникает четкая иллюзия, чего ты хочешь. Потому что если есть цели, ребята, вот давайте сейчас маленькую, совсем маленькую баечку. В 1949 году в одном из психологических факультетов в американском, не помню где, не помню в каком вузе, значит студент делал дипломную работу и его заинтересовало, как люди ставят цели. Людей он разделил на три категории. Ну то есть по результатам тестирования, по результатам тестирования люди разошлись на три категории. Первая категория, он назвал их бильярдные шары, они составляли приблизительно две трети, 66%. 66% бильярдные шары. Что такое бильярдный шар? Это по нему бьет кий и шар катится. Вот он, значит, запустили, шар катится, это называется школа. Как это выражается в жизни? Друзья пошли в этот универ, или после 9-го пошли в училище? Ну все пошли, и я пошел. После этого родители говорят, нет, тебе нужно высшее образование, и говорят, вот тебе вот такой вот университет лучше всего, там больше всего будешь зарывать. Ну ладно, пошел. А все друзья женятся, ну давай я женюсь. Ну понимаете, да? То есть такое ощущение, что жизнь человека катит, условия сложились, он сделал. Сам ничего не решает, не предпринимает, задачи не ставит. И тогда лузы. Ну в смысле, рано или поздно, нет, просто там это, в отстой, да, шарик падает, и все. Все нормально, понимаете? Две трети людей живут так. Треть приблизительно людей, треть людей живет по принципу, что должно быть в жизни к такому-то периоду времени. К такому-то периоду времени в моей жизни должно быть столько, 20 лет замуж, 22 года ребенку 2 года, 25 лет пора второго ребенка, ну и так далее. Они прекрасно знают, что нужно с красным дипломом закончить университет обязательно, должна быть такая зарплата, должна быть такая квартира, должно быть такое-то, такое-то, должен быть такой-то вес. То есть все известно, да, конторскими ящиками он их назвал. И третья категория, третья категория, там оказалось сколько? Один процент. Ой, что-то как бы не меньше. Ну что-то там такое. Ну вот, значит, этих людей он назвал, они... Бецелодные знамечтатели. Да, и этих людей отличали интересные вещи. То есть первое, у них были большие планы. Нет, большие планы могли быть и у других, понимаете? Но здесь было большие планы и, внимание, ведение дневника. Большие планы, ведение дневника. Вот, значит, их оказалось очень мало. И эти факты, они остались бы фактами, если бы через 25 лет он не решился бы проверить, как идут дела у этих людей. Обнаружилось, что эти люди зарабатывают денег больше, чем все остальные вместе взятые. Это раз. А еще через 25 лет обнаружилось, это был уже 99-й год, обнаружилось, что весь этот один процент, во-первых, жив. Ну, в смысле, разрыв по деньгам так и остался. Но этот процент жив и здоров, в отличие от остальных групп. Значит, амбициозные планы. То есть это люди, у которых реально были огромные цели. Первое. И второе. Они вели дневник. Совершенно необязательно, чтобы это был дневник, который велся каждый день. Более того, совершенно необязательно, чтобы это был постоянно один и тот же дневник. То есть этот дневник мог быть заваленным ящиком стола с кучей пометок. Это могли быть разные дневники, написанные до середины, брошенные, потом взяты другой. Не суть важна. Главное, что дает дневник. Дневник дает возможность заглянуть в то, что было 5 лет назад, 10 лет назад, неделю назад, полгода назад и сравнить с тем, что происходит сейчас. То есть сравнить с тем, что как раз происходит сейчас. Понять, чего ты достиг, понять в чем. Потому что у тебя возникает четкая иллюзия, пока ты живешь, что ты вот как ты сейчас думаешь, так и ты год назад думал. Условно говоря. Черта с два. Вот сколько я свои дневники веду, я имею возможность сравнить, и я вижу, как я учусь. Я вижу, как я меняюсь. Я вижу, как меняются мои цели. Я вижу, как меняется мое понимание окружающего мира. Я вижу, как меняются мои стратегии. Понимаете? Фишка в том, что вне зависимости от того, в каком возрасте вы начинаете вести дневник, это дает эффект. Вот Сережа Толмачев разрешил на него ссылаться. Сережа Толмачев это мой друг, ученик, коллега, потому что он НЛП-тренер. Но кроме этого он политтехнолог и депутат законодательного собрания Красноярского края, если что. Дневник он начал вести 7 лет назад, после того, как на занятии услышал от меня. И эти дневники он мне показал. То есть это было... Видели его, да, Артем? Эти безумные дневники. Но он возвращается к ним, он читает. И упражнения, которые мы, кстати, будем делать сейчас, после перерыва, и после обеда он делает регулярно. Он разрешил мне сказать, что его, этот самый, как его, доход за год увеличивается в два раза. То есть, вот. Нет, депутатом он стал недавно. То есть и депутатом он стал. Депутатом он стал именно для того, чтобы доказать людям о том, что сапожник бывает в сапогах. Потому что к политтехнологам обычно какие претензии? Ну, типа вы учите других. А сами. А сами. То есть он сам практически без бюджета дважды... Реально без бюджета. Он дважды стал депутатом. Причем один раз от оппозиционной партии, а второй раз от единороссов. Большие цели. Потому что чем больше цель, тем сложнее в нее промахнуться. Поскольку информация может быть полезна не только вам, но и многим другим людям. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал.